Добрый вечер! Да, действительно так. И начал работать учителем, закончив наш Новосибирский стартный педагогический университет. Раньше был институт. Собственно говоря, год с небольшим проработал учителем. После этого произошло назначение на должность руководителя образовательного учреждения. И почти 10 лет я работал в качестве директора школы номер 34 Калининского района. В каком возрасте стали директором? 26 лет. Ну вот, вот так вот. Раин Михайлович, ну начнем, наверное, наш разговор с того, что так или иначе вот сейчас подводились итоги за пятилетку локтя, как ее уже успели прозвать журналисты. И в этой пятилетке по, как говорится, по вашей кафедре довольно много событий произошло. Были введены, ну практически десятки детских садов, да, 29. Были введены новые школы. И вообще специалисты некоторые говорят, что такого темпа строительства объектов образования не было с советских времен. Вы можете это опровергнуть или подтвердить? Ну, во-первых, действительно, за тот период, о котором мы говорим за последние пятилетия, карта Новосибирска, образовательная карта, конечно же, пополнилась очень большим количеством новых образовательных организаций. Мы говорим о 29 садах, которые на протяжении этого периода были построены или реконструированы на территории города Новосибирска. Актуальнейший для города вопрос – это места в детских садах. И буквально с 2016 года мы очень активно вступили в программу по строительству школ. За этот период мы построили и реконструировали 9 общеобразовательных учреждений. Что касается много или мало, конечно, город растет. Я могу привести некоторую статистику. Так, за последние пять лет, мы это тоже видели в отчете мара города Новосибирска, количество учащихся и воспитанников детских садов в городе выросло на 30%. Только в школах это численно составляет около 50 тысяч за это время. Около 50 тысяч детей, конечно, это совокупность, наверное, всех и мероприятий, и, наверное, того процесса, который мы условно называем миграцией, привел к таким результатам. Город растет сам по себе, это та рождаемость, которая есть в городе. Вместе с тем привлекательность города, а я вижу сегодня привлекательность города в том числе и в вопросах, связанных с образованием, конечно, дают, наверное, многим людям выбирать для жительства город Новосибирск. Очень четко выстроенная система образования. Я сейчас говорю не только о школах. Во-первых, говоря о детских садах, школах, их всегда не хватает, но их на сегодняшний день очень много. Даже по сравнению с нашими соседними регионами. У нас сегодня 500... То есть по отношению к другим регионам мы выглядим лучше, да? 510 у нас юридических лиц, а вообще образовательный процесс ведется в более чем 660 зданиях. Ну, вот вопрос такой. Мы сейчас, построив достаточно большое количество объектов образования, мы все еще догоняем необходимое количество мест? Или все-таки мы уже делаем определенный запас или что-то, плато какое-то? До запаса нам еще далеко. Рост города продолжается. 2018-й у нас учебный год. 18-й, 19-й идет. Он не исключение. Мы приросли как раз почти на 10 тысяч детей. В дальнейшем этот прирост ожидаем. Но то, что у нас стали появляться школы, это, конечно же, очень хороший показатель, который, по крайней мере, наиболее острой ситуации, пока острая ситуация, помогает разрешать. Мы достаточно успешно в город Новосибирск вступили и в федеральную программу. Мы условно ее называем 2025. Также в программу жилье. И в рамках этих программ мы, конечно, ожидаем появления на территории города Новосибирска еще очень большого количества образовательных учреждений. Первый этап – это введение новых мест. Существуют такие основные индикаторы данных программ. Затем, с 2021 года мы приступаем к реконструкции, когда у нас появится возможность не полноценные школы строить, а делать пристройки к существующим школам, что будет позволять увеличивать их проектную мощность. Просто везде есть земля, я так понимаю, для того, чтобы строить. Для этих целей у нас сегодня как раз, наверное, очень активное изучение земельных участков и действующих школ осуществляется совместно с нашими коллегами из департамента строительства. И вот тот возможный ресурс, это в большей степени, конечно, касается той старой части города, где со строительными площадками наибольшая проблема. Мы, конечно, вот с 2021 года вступим в стадию реконструкции. И, наконец, третий этап программы – это капитальный ремонт тех школ, которые уже сегодня имеют достаточно высокую степень износа. Ромен Михайлович, вот все-таки, если мы говорим о новых местах и проблеме, в принципе, нехватке этих мест в городе Новосибирске, где острее сегодня ситуация? Это места в школах или в детских садах? Насколько я понимаю, раньше это были детские сады – основная проблема. Сегодня те дети, которые вчера ходили условно в детский сад, идут в школу, да, и уже на уровне школ возникает та проблема, которая была в детских садах несколько лет назад. Или я неправильно понимаю ситуацию? Проблема есть на сегодняшний день и в обеспечении наших жителей местами в дошкольных учреждениях. Напомню, что в 2015 году завершилась программа, в рамках которой осуществлялось строительство детских садов на территории всей страны, в том числе и на территории города Новосибирска, на тот период, на 2015 год мы основную задачу выполнили. Эта задача состояла в том, чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей, которым на момент комплектования исполняется три года. Но в последующие годы я еще раз добавлю о том, что город постоянно растет, пребывает в том числе очень большое количество жителей. Люблю цифры, могу сказать о статистике. Вот на 2016 год, когда мы примерно к началу комплектования видели баланс, ну, в первую очередь на исполнение многоуказов президента Российской Федерации майских обеспечения трехлеток выпускали примерно 17 тысяч детей из детских садов. Около 17,5 тысяч стояло в очереди. Мы начали комплектование, понимая, что используя дополнительный ресурс, открытие дополнительных групп и так далее, задачу как будто бы и выполним. Но за первые 4 месяца начала комплектования, от мая месяца, в очереди образовалось еще 3600 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Что это означает? Это примерно еще 14 садов по проектной наполняемости, около 250-300 мест, которые вот буквально за 4 месяца, конечно, этот контингент, который в очереди стоял, прибыл, и, собственно говоря, местами нужно было обеспечивать. На сегодняшний день задача по детским садам стоит уже другая. Сегодня мы в большей степени говорим о программе демографии и обеспечении детей ясельного возраста. В рамках этой программы, новой программы, город Новосибирск, также активно вступил в нее. На сегодняшний день ведется строительство семи детских садов, которые в этом году, в 2019-м, откроют свои двери. Это, конечно же, будет очень большим подспорьем в решении задачи обеспечения местами. И, конечно же, особенность, вернусь немножечко позже к школам, при строительстве детских садов, в первую очередь, конечно же, определяются те места, в которых наиболее остро стоят сегодня эти проблемы. Мы можем сегодня смело говорить о тех новых микрорайонах, которые выросли. Это наиболее острые точки, это микрорайон Плющихинский, это сегодня чистая Слобода, это сегодня микрорайон Родники, шестой микрорайон. Поэтому строительство детских садов ведется прежде всего именно в тех местах, где существует такая острота. Что касается школ, конечно же, вот я хотел бы вернуться все-таки к предыстории, первой школы, которую мы начали строить в рамках программы «Город Новосибирск». В числе первых вступил в эту программу. Мы показали очень хорошие результаты. Действительно, было отрадно, когда наши построенные школы посещал и в том числе представитель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и очень хорошую, высокую оценку дала и темпам строительства, и тому качеству, с которым была сделана наша первая школа. Это школа на микрорайоне Горский. Очень большая острота была на микрорайоне Горском по обеспечению местами в общеобразовательных школах. Все школы, которые находились рядом, практически работали в две смены. Затем, после этого... Это крупная школа была введена там, да? Это школа проектной мощностью на 550 мест. Мы использовали нулевой цикл здания, которое когда-то было заложено, реанимировали его и построили новую школу. Ну и, наверное, все горожане помнят ту остроту, которая сложилась на микрорайоне Ключ-Камышинское плато, когда небольшая школа, проектной мощностью 250 мест, уже была заполнена более 750 детьми. И мы приняли, я бы в этом случае сказал, те самые экстренные меры, когда вот этот микрорайон был включен в строительство школы. И в два этапа мы в очень сжатые сроки смогли построить школу на более чем 700 мест проектной мощностью, которая на сегодняшний день практически обеспечивает обучение всех детей данного микроучастка в одну смену. Безусловно, эти школы растут. Год-два мы имеем возможность обучаться в одну смену, но, коль строится жилье, конечно же, увеличивается количество детей. Два слова буквально скажу о второй смене, сегодняшняя действующая санитарная норма и правила. Они обучение в две смены не предполагают. Если бы не было этого предположения, то, наверное, у нас на сегодняшний день... Пришлось бы закрыть половину школы. Да, тоже назову статистику. Я думаю, горожанам это очень интересно. 210 общеобразовательных учреждений мы имеем на территории города Новосибирска. 151 школа, работают две смены. Но нужно сделать еще определенные поправки. В числе оставшихся 60 почти школ надо исключить вечерние школы, надо исключить 14 коррекционных школ, которые сегодня также на территории города работают, надо сегодня исключить школы, которые находятся в системе исправительно-трудовой, они тоже введены сегодня в департаменте образования. И таким образом остается всего пара-десятка школ, которые на территории города Новосибирска сегодня работают в одну смену. Это современные школы? Нет, я говорю о всех школах, которыми полагается сегодняшний день. Ну, среди них нельзя сказать, что только современные, например, школы в одну смену работают? Нет, 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 конечно. В зависимости от плотности населения? В зависимости от плотности населения, особенностей, там, демография города. Поэтому это, наверное, прежде всего. Затем у нас прорывным был, в моем понимании, прошедший учебный год, когда мы к первому сентября смогли открыть сразу несколько школ. Конечно же, это 37-я коррекционная школа. Особенная школа. Наверное, здесь, за город Новосибирск, можно погордиться. Мы принимали на базе этой школы всероссийский семинар. Участвовало 57 регионов. Как раз многие регионы говорили о том, что коррекционные школы закрываются. И вот такой пример, когда на территории города Новосибирска появляется новая школа, очень важная, очень нужная, коррекционная, для тех глухих и слабослышащих. Да еще и с очень шикарной, я бы сказал, материально-технической базой есть особенность. В этой школе установлено такое оборудование, когда возможность контакта педагога и ребятишек обеспечивается специальным оборудованием, которое, конечно, значительно облегчает работу учителя и дает большие возможности для развития ребенка. Для нас, конечно же, очень значимо было строительство школы на 1250 мест. Это самая крупная проектная мощность на территории города Новосибирска на микрорайоне Весенний. Острая необходимость школы существовала. За счет того, что мы там построили, к первому сентября сдали школу, нам удалось как раз вот две школы, данную школу, еще одну школу Первомайского района, как раз перевести в режим обучения одной смены. В 2018 году мы завершили капитальный ремонт с реконструкцией школы номер 82, это Дзержинский район улицы Гоголя. Ну и чуть раньше, чем начало учебного года, нам удалось ввести пристройку к 183 школе. Было сочлено капитальный ремонт. Капитальный ремонт не позволял иметь в школе достаточно современный спортивный зал. И вот в течение 2018 года было завершено строительство пристройки к этой школе. Планы этого года также грандиозные. Мы перешли на вариацию школ проектной мощностью 1100. Это типовые проекты. И они одновременно у нас появляются как раз в тех самых местах, где школ-то и нету. Вот это первая часть программы. Это новые микрорайоны. Чистая Слобода. Да, мы имели определенные сложности, когда у детей Чистой Слободы просто на этой территории не было школы. И ближайшее крыло составляло более полутора-двух километров. И, конечно же, это очень большие неудобства для жителей нашего города. К первому сентября эта школа будет открыта. И эта школа на 1100 мест, которая, по сути, позволит обеспечить всех детей, проживающих на микрорайоне Чистая Слобода, местами. Острейшая, если помните, наверное, по предыдущим годам, ситуация на микрорайоне Плющихинский. Там у нас есть три школы. Три школы, наверное, одной из самых крупных проектных мощностей советского периода, 850 мест. Но если помните, ежегодно у нас 1 февраля, когда начинается запись первой классы, как раз все каналы... Об этом мы тоже сейчас поговорим. Только об этом мы начинали говорить, о записи как раз школы номер 199 Плющихинского микрорайона. На сегодняшний день очень ровно, спокойно прошла запись первой классы, потому что здесь большое спасибо и родителям запоматиманиям. Мы очень четко понимаем, что школа такой же проектной мощности 1100 мест 1 сентября будет введена. И это, конечно, значительно улучшит ситуацию на микрорайоне Плющихинский. Ну и люди психологически уже готовы к тому, что если не эта школа, то новая введенная. Конечно, конечно. И значимый для нас объект это на микрорайоне Стрижи. Мы осуществляем две пристройки к действующей школе и проводим капитальный ремонт старой части здания. Также получаем школу типовым проектом на 1100 мест. Кроме этого, есть определенное заделость. Строится школа с перспективой на будущее. Это или завершение 2019 года, или 2020 год. Вот я говорю в данном случае о школах, которые у нас находятся на микрорайоне Южно-Чемской. Такая же проектная мощность 1100. И на микрорайоне Родники. Тоже проектной мощностью 1100 мест. Вот эти места – это одни из самых напряженных на сегодняшний день. Мы, думаю, что в ближайшее время эти микрорайоны школами обеспечим. Но в любом случае, говорю о том, что город растет, появляются новые. И новые необходимости. Да, и новые необходимости. Поэтому программа долгосрочная. И я думаю, как раз очень хорошая тенденция, что город как раз сегодня получает те новые образовательные учреждения, которые столь важны для жителей города Новосибирска, прежде всего для наших детей. Продолжаем подводить итоги за пять лет сферы образования в городе Новосибирске. И я вот помню, что мы не так давно отметили юбилей города под лозунгом «Это ново». Весь город был в баннерной рекламе. День города сам был оформлен соответствующим образом. Вот одна из новаций, которая, во всяком случае, может быть, это для Москвы уже и не новация, это так называемые образовательные центры. Москва применяет эту технологию. И, насколько я понимаю, это просто-напросто объединение школы и детского сада в некий комплекс, который позволяет вести ребенка с младшего дошкольного возраста и до самого выпуска в институт. Вот сегодня в Новосибирске что-то подобное планируется реализовывать? И насколько эта система вообще интересна для мунициального образования под названием «Новосибирск»? Ну, наверное, начну с того, что, да, опыт Москвы такой существует, но очень, наверное, четкое мнение, что у города Новосибирска должно быть свое лицо, свои принципы создания тех же образовательных центров. Ну, такие процессы, они на протяжении последних лет и шли. Во-первых, я могу сказать о том, что вот эти вновь построенные дошкольные образовательные учреждения, да и часть школ, они не стали новыми юридическими лицами, они на сегодняшний день стали вторыми, третьими и даже четвертыми корпусами действующих детских садов. То есть, это филиалы, по сути. Да, это филиалы, но вместе с тем административный ресурс единый. Один уковыритель, булгахтерия одна, да, и это та экономическая составляющая, которая здесь для нас очень актуальна. Есть образовательные центры в городе Новосибирске, связанные с общеобразовательными учреждениями. Наверное, наиболее яркий пример – это гимназия Горностай советского района. Это целый комплекс, когда мы объединили две школы – гимназию номер 6 Горностай и 163-ю школу, которая располагалась буквально в шаговой доступности, и организовали весьма эффективно образовательный процесс ученым вот этих двух достаточно больших проектных школ. Прошло некоторое время, очень интересным стало взаимодействие вот этого уже созданного образовательного центра с дошкольными учреждениями, и учреждения проявили инициативу. Здесь объединения подобного рода, они делаются прежде всего в согласии трудовых коллективов, тех образовательных организаций, которые планируются к объединению. И на сегодняшний день этот комплекс представляет собой вот те две объединенные образовательные учреждения и два дошкольных учреждения. В целом данном образовательном комплексе обучается более трех тысяч детей, более трех тысяч детей, и, конечно же, здесь единый административный ресурс, одна программа, и очень удобно, наверное, здесь и то, что вот эта преемственность дошкольного образовательного учреждения и школы очень четко отслеживается. Я могу назвать еще несколько крупных детских садов на территории города Новосибирска. Это детский сад номер 59, это территория Центрального округа, точнее Зайльцовский район, где мы видим также четыре крупных современных детских сада, которые или вновь построены, или отреконструированы, и в совокупности количество детей составляет 1200 на эти четыре здания. Также объединены одним административным ресурсом. Есть у нас сегодня и примеры, когда на территории Ленинского района гимназия номер 17, которая имеет полноценную школу, и, собственно говоря, уже из числа вновь построенных современный детский сад. Мы на сегодняшний день составляем такую дорожную карту. Это предварительная работа. Мне бы очень не хотелось, чтобы эта информация каким-то образом воспринималась как некое... революция, революция в этом образовании, да. Нет, ни в коем случае, да. Мы пока на сегодняшний день занимаемся изучением этого вопроса. Конечно же, в основу закладываем два приоритета. В первую очередь, это, конечно же, повышение качества образования, то, что мы условно на своем языке называем содержанием образования. Второй вопрос немаловажный, это вопрос экономический. Конечно, вот это большое количество образовательных организаций на территории города Новосибирска представлено разными учреждениями, начиная с детских садов, в которых сегодня 3-4 группы есть и такие, и жители города их видят, и при этом я говорил о образовательном комплексе, где 1200 детей, 4 корпуса. Конечно, этот вопрос требует очень большого внимания. Это тот вопрос, который не будет решаться в недрах кабинетов департамента образования. Вопрос должен всегда, мне кажется, быть в открытом пространстве. Здесь важно мнение, конечно же, прежде всего, педагогических коллективов, родителей. И принимая то или иное решение, конечно же, мы будем его обсуждать и с депутатами Совета депутатов города Новосибирска, и областного совета. Потому что понимаем, что этот вопрос так или иначе, он именно такого подхода и требует. Очень четкое понимание того, что на территории нашего города есть достаточно большое количество школ, которые имеют очень большую историю. Ну понятно, просто переложить. И вот так подойти, не подумав к решению тех или иных вопросов, это не наш путь. Конечно же, да, этот вопрос пока прорабатывается. Но вместе с тем мы очень четко должны понимать, что появление тех самых новых образовательных учреждений – это те самые затраты, которые сегодня ложатся на бюджет города. Там, где есть возможность для, в том числе, этой оптимизации, а если она за собой влечет и улучшение качества работы, достижение более лучших результатов, конечно, эту позицию нужно доносить до людей, и до педагогических коллективов, и до родителей. При этом мы очень четко понимаем, что образовательное учреждение – это не исчезнет. Вот школа на каком месте стояла, она на таком месте и будет стоять. Детский сад на том месте, на котором он стоял, он также и будет стоять. Ни в коем случае это не отразится на работе педагогов. Она только позволит в определенных случаях есть школы, которые имеют низкую эффективность. Она позволит как раз увеличить заработную плату учителей, работающих в этих школах. И, конечно же, создать более благоприятные условия. Здесь я все-таки проговорю, чтобы было понятно для радиослушателей. Школы и образовательные учреждения строятся фактически из федерального бюджета, да? А затем содержание их уже ложится в том числе и на город Новосибирск, который с появлением каждого нового объекта начинает нести дополнительные расходы. И вот сколько одна школа, просто на понимание, сколько одна школа обходится бюджетом? Я сделаю небольшую поправку. Школы и детские сады на сегодняшний день строятся из всех уровней бюджетов. Ну да, там основная, да, основная, это федеральный бюджет. Вместе с тем город и субъект федерации свою долю, которая определена соглашениями, она вкладывает. Поэтому это бюджет трех уровней, консолидированный бюджет. Содержание потом, естественно, ложится на муниципалитет. Это содержательная часть обеспечения образовательной деятельности на субъект федерации. Я говорил о том, что существуют маленькие образовательные организации, поэтому в год расходы на содержание одного учреждения, что сюда входит? Это входит, прежде всего, заработная плата тем категориям, которые должны оплачиваться. Это, прежде всего, младший обслуживающий персонал. Мы полностью содержим учреждения дополнительного образования за счет городского бюджета. Поэтому диапазон примерно от 25 миллионов до 215 миллионов рублей. Если это крупные образовательные центры, одно учреждение, да, кроме заработной платы, это самая наиболее затратная часть бюджета, это затраты на оплату коммунальных услуг, это тот самый текущий ремонт, это те самые услуги, начиная с тех 52 позиций целых, начиная от вывоза мусора, охраны школы, от обслуживания систем пожарной сигнализации и так далее. Михалыч, вопрос такой. Вот сейчас мы говорили о том, что новая – это постройка новых образовательных учреждений, но есть еще и какие-то новые традиции, насколько я понял, которые закладываются. Вот в прошлом году прошло мероприятие на набережной, которое называлось «Общий выпускной». Единый выпускной. И что это мероприятие было проведено только в день города, ну, к юбилею, или это уже планируется, что будет традицией? Ну, довольно необычно, да, когда все школьники города оказываются в одном едином пространстве, и там какой-то праздник происходит. Да, формат достаточно интересный. Единого выпускного, ну, во-первых, конечно же, город отмечал 125-летие, и образование города, самая крупная ее структура, конечно же, не могла остаться в стороне. Поэтому вот наше предложение о проведении единого выпускного как раз и на обновленной набережной, очень долго мы определяли место, все-таки у нас в наших образовательных учреждениях, речь идет об 11-классниках, это более 7 тысяч выпускников. Конечно же, это мероприятие не было обязательным, вот, с каким-то административным ресурсом, да, все обязательны должны быть. Мы как раз решили под лозунгом «Это ново» попробовать провести такое мероприятие. Действительно, на первом этапе какие-то опасения были. Прежде всего, это вопрос, связанный с безопасностью, когда мы, в общем-то, предполагаем разместить более 6-7 тысяч детей в одном месте. Конечно же, эта работа была не только департамента образования, это была работа всего города, да и не только наших городских структур, это и наше высшее учебное заведение приняли участие, «Красная дорожка-то» как раз была, 10 высших учебных заведений, которые приняли участие, они как раз уже предлагали уже сегодня закончившим школу-выпускникам свои стены для дальнейшего обучения. Работало более 40 интерактивных площадок на территории, и мне кажется, что мероприятие получилось, вот говорят, там, первый блин комом, не комом, вот первый блин как раз был не комом. И мало того, буквально и в день проведения, и на следующий день мы услышали очень много позитивных откликов и самих детей, и, конечно же, горожан, родителей. Когда подводили итоги проведения дня города, как раз было принято решение о том, что эта идея, она должна дальше жить в городе Новосибирске, это, наверное, как раз то новое, которое станет традицией. Именно так. Уже сказали о выпускном, едином, и сказали о том, как много детей в Новосибирске, и, наверное, все эти дети, хотелось бы, чтобы остались работать и улучшать наш город, чтобы они не разъехались по заграницам, по каким-то европейским столицам и прочее, прочее. Поэтому, наверное, это та категория людей, с которой сегодня нужно работать прежде всего, чтобы они видели перспективы для своего развития в городе Новосибирске. Вот, я, насколько знаю, в марте состоится мероприятие, которое объединит вот эти возможности, покажет эти возможности для детей и, возможно, как раз послужит тем самым якорем, который оставит их в Новосибирске. Что это за мероприятие? Безусловно, одна из задач, которая сегодня, наверное, перед всем нашим городом стоит, ну, у нас городская, у страны своя задача, да, то есть это утечка мозгов, так называемая. Для нас, конечно же, очень интересно, имея такую мощную систему образования, включая огромное количество системы профтехобразования уже после школы, огромное количество высших учебных заведений, конечно, нельзя не сказать о огромных возможностях Новосибирского государственного университета. Конечно же, нам бы хотелось, чтобы те наши выпускники, которые заканчивают и среднеспециальное учебное заведение, и высшее учебное заведение, они бы оставались в нашем городе. Вот из числа тех мероприятий, вы упомянули о том мероприятии, которое мы запланировали в марте месяце, это тоже ново, наверное, под эгидой 125-летия города проходило, да, то есть у нас единый выпускной. Эта идея тоже новая, мы практически приглашаем на детский форум делегации от каждого образовательного учреждения города Новосибирска, это прежде всего старшеклассники, и те люди, которые сегодня, наверное, являются ведущими в определенных отраслях, которые есть в городе Новосибирске, они как раз будут рассказывать о своей работе, о своем пути. Конечно же, будет создано несколько интерактивных площадок по направлениям, у детей тоже свой интерес, кто-то в большей мере интересуется гуманитарными науками, кто-то естественными, кто-то информатикой, кто-то математикой, поэтому для всех категорий мы на сегодняшний день уже занимаемся тем, что дети регистрируются именно по тем направлениям, которые для них интересны, и в течение целого дня вот такую масштабную работу на базе нашего экспоцентра мы будем проводить. Небольшое пленарное заседание, на этом акцентировать большое внимание не будем, как раз вот работа в секциях, работа в направлениях станет основной в работе этого форума. Конечно же, город Новосибирск сможет показать то, что сможет в будущем предложить для выпускников. И, возможно, это и станет якорем определенным для того, чтобы они остались в Новосибирске. У нас звонок в студию. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Рамин Михайлович. Меня зовут Алексей. У меня вопрос конкретный. Вот 7-я гимназия Кировского района. У нас там достаточно, не скажу, в аварийном, но в достаточно плохом состоянии находится спортивный зал. Там у нас окна разбиты. Ну, там, по крайней мере, такие, скажем так, уже тоже и болтаются. И, ну, короче говоря, и стены там, и пол. Подскажите, пожалуйста, в этом году в бюджете города Новосибирска запланированы или будут ли запланированы расходы на ремонт, на капитальный ремонт вот этого спортивного зал? Спасибо за вопрос. Вот видите, мужчины звонят, женщины сегодня празднуют. Алексей, на конкретный вопрос, конкретный ответ. На сегодняшний день готовится смертная документация. В летний период спортзал гимназии номер 7 будет отремонтирован. Я уже провел рабочую встречу с руководителем гимназии. Мы запланировали эти работы на летний период. Поэтому будем надеяться, что к первому сентября как раз наши дети начнут занятия в новом спортивном зале. Такие работы в 2019 году запланированы. Вопрос возникает вот какой. Сфера образования. Ну, во всяком случае, всегда считалась профессия педагога, так или иначе, женской профессией. Ну, преобладает количество женщин в этой профессии. Вот эта тенденция как-то меняется в последние, не знаю, десятилетия? Или все-таки сохраняется? Как сегодня выглядит учитель школы или там... Ну, в детском саду, наверное, все-таки понятно, что это вероятнее всего женщины. Да, действительно, детский сад – это в основе, наверное, львиная доля, можно сказать. Это наши женщины там работают. По школам ситуация всегда была неоднозначная. Вот мы начали с того, что вспомнили пример школы. И вот у меня работало 16 мужчин в школе. Ну, правда, коллектив был большой – 100 человек. На сегодняшний день вот это, наверное, явление последних нескольких лет все-таки количество мужчин в образовательных учреждениях начинает прибавляться. Конечно, не в геометрической прогрессии, но такой прирост осуществляется. Безусловно, вот в канун праздника я могу только подтвердить, что у образования женское лицо. И, конечно же, надо сегодняшним эфиром воспользоваться, чтобы поздравить всех наших педагогов, пожелать им здоровья, успехов, благополучия. Труд действительно очень нелегкий. Труд, наверное, который не всегда оценивается в тот момент, когда вот самое важное событие в жизни человека происходит. Вот спустя некоторое время, конечно, мы все вспоминаем своих учителей. Поэтому, дорогие и уважаемые женщины, с праздником вас! Всего вам хорошего! Мужчины появляются. Вот последняя тенденция – это наши молодые руководители, которые уже появились в ряде образовательных учреждений. И сегодня мы проводим достаточно такую активную кадровую политику. Готовим специалистов. Ну, не готовим специалистов, вот именно их вуз готовит, а осуществляем некую переподготовку. И мне вот очень приятно, вот у нас субботние встречи проходят с коллегами, с молодыми коллегами, и очень приятно как раз в их числе видеть вот примерную пропорцию 50 на 50. И, наверное, некоторые экономические факторы этому могут способствовать. Все-таки у города Новосибирска есть какие-то определенные преимущества и в этом вопросе. Это существующий, допустим, сегодня такой вариант, как найм-жилье, который мы оплачиваем молодым специалистам. Это все-таки достаточно стабильная зарплата. Вот мы сегодня говорим, что уровень образования – это средняя по промышленности. Этот уровень сегодня поддерживается. Конечно, человек, который начинает работу, еще нет педагогического стажа, еще не прошел аттестацию. Эта ставка меньше, но, тем не менее, вот эти возможности для дальнейшего роста, конечно же, в образовательном учреждении имеются. Конечно же, это поддержка всех наших молодых специалистов. Тенденция в целом такова, что мы каждый год примерно 250 молодых специалистов принимаем в наше образовательное учреждение. Отрадно то, что около 90% остаются работать в школах. Поэтому это вот тот ресурс, это тот потенциал, который, наверное, в будущем и будет основной частью тех педагогических работников, которые будут работать, и в том числе и в новых школах. Ну да, кадры решают все. Ну что ж, мы сегодня говорили про сферу образования. Большое спасибо Риму Лихалычу. И я тоже присоединяюсь к его поздравлениям наших любимых женщин с наступающим праздником. Весны, счастья, улыбок, цветов и тепла. Это был «Вечерний разговор». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова